На входе необходимые меры предосторожности, проверка QR-кодов и температуры. В фойе на первом и втором этажах праздничная суета. В этот день елка главы Ленинского округа пройдет в трех отделениях. Пригласительные на нее получили более 4,5 тысяч детей, проживающих в муниципалитете. Пока заполняется зал, на сцене проходит интерактивная программа. Дед Мороз, старик, хороший? А он носит шляпу и калоши. Нет. Несмотря на большое количество детей, организаторы, праздники и волонтеры грамотно распределяют потоки, направляющиеся в большой зал. Когда все гости, наконец, занимают свои места, свет в зале гаснет и начинается сказка «Метелица». Я бедная и несчастная, потому что со мной никто не играет. Ну вот что мне делать, мам? Что делать? Да. А лети-ка ты в лес и принеси мне новый пряжа. Представление длилось около часа. Организаторы праздника постарались сделать все, чтобы сказка получилась эффектной и зрелищной. Прекрасное профессиональное звуковое и световое оборудование позволяло воплотить любые режиссерские идеи. В Ленинском округе новогоднее представление во дворце спорта «Видное» для детей проводится с 2007 года. В организации елки главы участвует огромное количество людей и привлекаются значительные ресурсы. Все для того, чтобы подарить маленьким жителям муниципалитета новогоднее настроение. Это самая мощная елка, самая центральная елка, самая ожидаемая елка среди наших малышей. Это организует команда, безусловно, единомышленников, увлеченных людей. Сколько мы готовим эту елку, ну мы начинаем летом. А пока дети смотрели за приключениями Метелицы и ее друзей, родители в фойе получали сладкие подарки, которые будут весьма кстати на новогоднем столе. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ.